Мудрый человек однажды сказал, никогда не верь незнакомцам, особенно если ты ребенок. Эти слова с лихвой подтверждает известная сказка Гензель и Гретель, которую много веков назад написали братья Гримы. История про маленького мальчика и младшую сестру, которых злая старуха заманила в лесную хижину и хотела съесть. Но благодаря находчивости маленькой девочки им удалось перехитрить старуху, в итоге малыши сами сожгли ее в печи. Но мало кто знает вот какую историю. В 1618 году в горах Германии жила одна женщина, ее звали Катарина Шрадерин. Женщина занималась выпечкой и ее вкусности пользовались огромным успехом у жителей города Нюрнберг и его окрестностей. Был в этом городке еще один пекарь Ганс Метцлер, у которого не было такого количества клиентов. Он безумно завидовал Катарине и всячески пытался выманить хотя бы один из ее рецептов. Он флиртовал с ней, угрожал ей, все было тщетно. У Ганса была сестра Грета, которая однажды предложила брату проследить за Катариной, ведь только так удастся узнать все тайны приготовления ее вкусной выпечки. Ганс с радостью согласился. У Катарины был скромный домик в лесу, который девушка посещала один раз в неделю по воскресеньям. И вот наступило воскресенье. Метцлеры нашли ее домик. Прокравшись поближе, они увидели, что дверь в дом была открытой. Метцлеры ворвались в дом и убили хозяйку. Тело Катарины они поместили в печи и сожгли. Обыскав все жилище, Ганс и Грета Метцлер не нашли ни одной записки, ни единого рецепта. Только на столе одиноко стоял свежевыпеченный пряник. Был суд, так как дело было в 16 веке, которое не зря называли темным. Метцлеры оклеветали Катарину в колдовстве и их выпустили. Вот так реальная история стала предметом для детской сказки. Братья Гримм просто взяли Ганс и Грету Метцлер и превратили их в Гензеля и Грету. Да только Катарину они решили представить страшной старухой и людоедкой. Вот так хорошее стало плохим, а добро превратилось в зло. Не зря говорят, что каждая сказка ложь, но мы-то знаем, что в ней есть намек.